Ну, самое существенное отличие игры Pokemon Go от других игр, которые нам доступны на мобильном телефоне, оно заключается в том, что в этой игре очень тесно переплетена виртуальная реальность и настоящая реальность, да. То есть человек идет по улице, смотрит на привычные для него, ну или даже непривычные для него пейзажи, идет по знакомым улицам и вдруг выясняется, что он может там найти покемона, найти какой-то, ну так называемый джим, в котором он может, значит, прокачать своего покемона или захватить его с командой своих единомышленников. Вот, в этом основное отличие этой игры. Конечно, нужно понимать, что основное предназначение этой игры, скорее всего, чисто коммерческое. То есть эта игра будет использоваться для того, чтобы делать различные плейсы, да, локации, ну там клубы, ночные рестораны и прочее, более популярными. Потому что когда мы часто что-то видим, мы к этому начинаем хорошо относиться, и это такой психологический факт, довольно известный, во многих экспериментах подтвержденный. Поэтому основная задача, безусловно, на чем будут зарабатывать те, кто эту игру создал, на мой взгляд, заключается в том, что подводить людей к тем местам, которые оплачены рекламодателям. Конечно, существуют и опасения по поводу того, что таким образом можно получать разведданные, особенно в свете последних откровений там Сноудена, что у нас там телефоны прослушивают. Но дело в том, что нужно понимать, что все-таки вот эти локации, которые в Pokemon Go возникают, они там возникают на основе данных GPS, которым и так все пользуются. Вы пользуетесь Яндекс.Навигатором, всю информацию также может быть получена самыми разнообразными разведслужбами, не только, кстати, американскими, но и российскими. Вот. В чем основная ошибка тех людей, которые считают, что здесь что-то принципиально новое произошло в этой игре? Дело в том, что те места, в которых нет доступа, в них со смартфоном и не подойдешь. Неважно, там, играешь ты в Pokemon Go или просто ищешь какой-то ресторан. Да, то есть вот это нужно понимать. Поэтому, если что-то и можно делать с помощью этой игры, то это только уточнять, ну, условно говоря, вот где конкретно протянута колючая проволока, вот. И для чего это нужно, там, для чего это, может быть, нужно разведчикам. Мне сказать трудно, потому что я не разведчик. На мой взгляд, такого рода информация, она, в общем, не стоит того, чтобы вкладывать миллионы долларов в эту игру, в аренду, там, каких-то частот, на которых спутники вот поставляют вот эту вот всю информацию. Но вместе с тем, конечно, возможность использования информации, она существует всегда. Поэтому, если вы боитесь того, что за вами следят, вам нужно отказаться от мобильного телефона или покупать его, там, на каких-то подставных лиц. Вам нужно вообще не пользоваться GPS-ом, потому что, ну, как бы, если вы пользуетесь GPS-ом, все, считайте, эта информация уже в ЦРУ, Газдепе и вообще везде. И вообще вам желательно не иметь, там, облачные сервисы те же самые. Вот. Да более того, и имейлы. Вот задумывались ли вы, почему Gmail, а это же тоже структура Гугла, почему это он бесплатно нам email-то предоставляет? Тем более, что всем известно, что эта информация доступна. Зайдите на свой email, и в разделе рекламы вы увидите именно то, что вы недавно в поисковиках искали. Поэтому нужно понимать просто, что, ну, как вам сказать, объем данных, которые сегодня в интернете циркулируют, он настолько огромен, что вряд ли кто-то заинтересуется там лично вами и будет весь этот объем данных поднимать, анализировать. Вместе с тем, нужно понять, что статистический анализ этих данных, он, конечно, осуществляется по запросу, он может проводиться, но здесь просто, как вам сказать, вот с определенного момента наступила такая эра новая в разведке, когда стали возможны полеты, например, самолетов на такой высоте, что они недоступны для зенитно-ракетных войск, были на тот момент. И как на это реагировала разведка? С помощью там особых средств маскировки, которые позволяют защититься от камер самолетов-разведчиков. Ну, наверное, если, возможно, Покемон Гоу использовать в разведных целях, то спецслужбы просто тоже шагнут в следующую эпоху, сделают следующий шаг, будут идти в ногу со временем и найдут какие-то способы противодействия. Но, опять-таки, на мой взгляд, намного больше информации можно получить через соцсети и электронную почту, чем через Покемон Гоу. Потому что, я еще раз повторяю, поскольку поставщиком разведданных, ну, в кавычках, здесь является человек с мобильным, то нужно понимать, что мест, куда он может зайти, беспрепятственно, конечно, очень мало, и какие-то закрытые совсем объекты, но он туда просто никак не попадет с улицы. А если попадет, то люди сразу скажут, о, смотрите, к нам часто стали заходить люди с мобильными, надо, наверное, эту игру запретить. Поэтому, ну, вот, мое мнение такое, да. Дело в том, что вы совершенно правильно сказали, что наличие мобильника где-то в ссылке, оно в ряде ситуаций действительно очень снижает внимательность человека к тому, что его окружает. Например, вы видите машину, и вдруг вам звонят. У вас сразу часть внимания переключается на этот звонок, да. Вы идете по улице вдоль дороги, переходите ее, внезапно вам приходит СМС, или раздается звонок, или что-то еще. Конечно, факт того, что мобильные телефоны снижают наше внимание, его сбрасывать со счетов нельзя. Но большой вопрос заключается в том, а добавляют ли к этой проблеме что-то вот эти Pokemon Go. То есть, на мой взгляд, наоборот, поскольку вы вовлечены в поиск некий, да, у вас, наоборот, внимание, оно так более сосредоточено не внутри все-таки вас, а снаружи, потому что вы должны там покемона найти, сориентироваться там, где его, сопоставить то, что вы видите на мобильном там с тем, что вы видите вокруг себя. А все это задачи, которые, наоборот, фокусировке внимания способствуют. И поэтому, безусловно, безусловно, там текстинг, то есть вот обмен СМС-сообщениями, да, по статистике, это она из существенных причин дорожно-транспортных происшествий, аварий. Но мы же не отказываемся от СМС-сообщений, да. Вот так же и здесь, то есть нужна просто определенная гигиена этой игры. И когда человек на роликах едет, на велосипеде, он тоже находится в опасной ситуации. Почему? Потому что он движется с большей скоростью, чем наш мозг, там, скажем так, приспособлен. И существует всегда инерция, да, он не может затормозить мгновенно. Машина – это тоже очень опасная вещь, поэтому... Конечно, нельзя сказать, что компьютерные игры – это явление там целиком полезное, и много проблем от компьютерных игр, это и проблемы с осанкой, и проблемы со зрением, да, ухудшение зрения, там, когда человек долго сидит за компьютером. Это проблемы и в семье, потому что люди, которые подсели на компьютерные игры, они зачастую выпадают из семейной жизни. Причем это касается не только подростков, но и взрослых даже людей. Многим современным взрослым гораздо приятнее поиграть в игру, чем провести время с семьей, да, особенно вот мужчины этим грешат, конечно. И это тоже большая беда. Но в случае с Pokemon Go я не вижу ничего принципиально нового. То есть, да, внимание, конечно, какое-то эта игра требует, но не больше внимания, чем ответ на телефонный звонок или на СМС-сообщение. Когда вы движетесь по GPS-навигатору, там, на машине или пешком, вы точно так же периодически должны смотреть в экран, да. То есть, если бы там речь шла не о поиске покемонов, а, знаете, о каком-нибудь Counter-Strike, да, вот когда ты не просто идешь с мобильным телефоном, а когда ты ожидаешь, что из-за любого угла тебя там могут убить, и представители твоей команды там выискивают, представители другой команды, чтобы их застрелить, тогда, конечно. Вот, я тут вижу только одну специфическую проблему, она как раз связана с тем, что люди вот будут захватывать вот эти вот башни там различные, покемоновские и прочее. Дело в том, что там предполагается соперничество между командами как раз, да. И одно дело, когда вы играете в сетевую игру, ну, в тот же самый Counter-Strike, например, да, и вы можете там матом ругаться на того, кто вас убил, вы можете высказывать какие-то другие нелицеприятные там вещи, но вы не можете этого человека достать физически, понимаете. А здесь вы же видите, кто с мобильниками в этом участвует. И поэтому я допускаю, что вполне возможно, такие стычки, особенно если они будут происходить между представителями молодежи, подростков, да, они, в принципе, смогут перерастать и в реальные такие столкновения уже. Но для этого нужно, чтобы такие события наступили. Потому что пока мы можем только предполагать, там, бояться, опасаться чего-то, но пока вот мы не имеем действительно данных о том, насколько часто это происходит, мы, в общем, выводы делать не можем. Но если такие моменты будут происходить, когда у нас там в центре Москвы около какого-нибудь культурного объекта, такого как театр, например, да, будут происходить какие-то потасовки, выяснения отношений, чисто там, ты что моего покемона там поймал, я вот к нему шел, а ты тут подошел, или там, а вот вы там читеры, у вас явно какие-то коды, давайте разберемся. Вот есть такого рода разборки, очень характерные для вот сетевиков, для людей, которые в сетевые игры играют, они будут происходить между адептами там Pokemon Go, то тогда это будет, конечно, вот какой-то новый вызов. Ну, давайте подождем, посмотрим, что это будет.